Здравствуйте. Так, меня видно, слышно? Да, а меня? Да, отлично. Вы у компьютера, я надеюсь? Да. Отлично. Короче, я взяла блокнотик, ручку, вот. И сейчас, исходя из того, что вы мне скажете, что вам надо от трейдинга, я накидаю вариантики и план. Вот, что вам надо от трейдинга. Что, давай, Ксюш, перейдем на ты сначала. Теперь, что мне надо от трейдинга? Мне нужна финансовая независимость, мне нужно уволиться с работы и заниматься только этим. Мне это очень нравится и, к тому же, мне нужно больше свободного времени для жизни. А сколько надо зарабатывать для счастья? Ну, чтобы вот уволиться с работы, сколько нужно тебе делать с трейдинга? Для самодостаточности, наверное, тысячу долларов в месяц. А если мы в месяц берем 20 рабочих дней, то тысячу делим на 20, получается 50 баксов в день. Угу. Все правильно. А какой у тебя депозит? На каких брокерах? Покет-Опшен 10 долларов и на Бинансе в разных монетках около 200 долларов. Ну, это как инвестиция, да, долгосрочная? То есть эти 200 баксов не закинуты для того, чтобы торговать? Да, я жду сезона от сезона, надеюсь, что это будет как в прошлом году. Ну, то есть по факту, если говорить о торговом депозите, то у тебя 10 долларов на Покет-Опшен. Да. Я, кстати, этот, записываю экран, если что, вот. Угу. Если все четко пройдет, то на каналчик выложу. Можно же, да? Как я выгляжу. Шикарно. Короче, народ, кто не понимает, что происходит, Алексей купил у меня курс по трейдингу, по Форексу и фьючерсам. Скажите, кстати, свой независимый отзыв по курсу, можете меня даже позасирать. Так, смотри, да нет, плохого ничего не скажу, мне понравился курс, ты разложила все по полочкам, причем достаточно все на позитиве, тут не добавить, не убавить. Я не зря потратил деньги на курс, вот так. Отлично. Вот, и народ, кто не знает, если у вас неудача по всем моим шагам, тогда я возвращаю деньги в двукратном размере. Так вот, короче, в курсе я говорила, что оптимальный депозит для заработка это 120 долларов. То есть тебе по-любому надо как-то поднапрячься и собрать 120 долларов, может быть, какую-то работу в интернете выполнить. Ну, то есть не брать из зарплаты своей, там, где ты работаешь, кстати? На фабрике регулируем. Вот, то есть, ну, бригадируем сколько там, долларов 500 зарплата? Нет, почти 400. Вот, то есть это будет напряженно и психологически это будет тяжело. Первый шаг, который тебе нужно сделать, это найти 120 долларов где-то вне своей основной работы. То есть сначала, грубо говоря, вселенной ты кинул запрос, мне надо 120 баксов. И просто начинаешь немножечко шевелиться, думать, и вселенная подкинет какой-то вариантик. Не знаю, может, шабашку какую-то, подработку, ну, в таком формате. Вот. То есть это неизбежно. Депозит, реально, вот почему? Я раньше говорила, что 100 долларов это минималка. Сейчас я говорю о том, что 120, потому что вот эти, я не помню, просто в курсе я это сказала или нет, но если брать вот этот запас немножко 20 долларов, вот, то есть психологически, если ты ловишь первый минус, у тебя на счету все так же три циферки остаются. Да, есть запас. Да, вот. А если ты со 100 долларов ловишь минус, тогда у тебя уже две циферки и психологически это прям сильно давит. Вот. То есть первый шаг, ищешь 120 долларов. Грубо говоря, у нас сейчас с тобой задача, там, вот за эти полтора часа дойти до того, чтобы ты смог уже, ну, ближе к той цели стать, чтобы зарабатывать 50 баксов в день. Вот. Конкретная стратегия, там, как со 120 баксов делать на фьючер, например, там, 50, ну, там, 48, да, по мани-менеджменту с этого депозита, есть в курсе. Но сейчас, кстати, есть вопросы какие-нибудь? Вот, по, ну, по тому, что говорю пока. Если что, можешь перебивать, просто спрашивать? Нет, 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 я все понимаю. Ага. Вот. То есть ищешь 120 баксов и закидываешь их на депозит. Еще сразу скажу такой момент. Даже когда ты уйдешь с основной работы, надеюсь, это очень скоро произойдет, закинешь депозит, все, будешь уже торговать там на эти 50 баксов в день, в этом случае все равно я очень сильно рекомендую какую-то, какой-то источник дохода иметь еще в интернете. Вот. То есть, если, например, брать из такого более-менее крутого, это арбитраж трафика. Об этом что-то я на ютубе уже рассказывала. Вот. Арбитраж... Не знаю, что это. А? Знаю, что это. Вот. То есть, по-любому должна быть какая-то деятельность, помимо трейдинга, чтобы было легко пересиживать просадки. То есть, опять же, психология такая, что есть куча сейчас деятельностей, которые могут как бы приносить, ну, какой-то маломальский доход. Вот. И когда меня спрашивают, нафига ты снимаешь там видео и так далее, если ты столько на трейдинге зарабатываешь, я себя страхую вот инфопродуктами, обучениями всякими и так далее. Вот. Это очень важно. Это, ну, просто начиная уже немножечко в этом направлении думать, что чем бы ты хотела заниматься в интернете, помимо трейдинга, и что могло бы вот какую-то подушечку там в месяц приносить. Закидываешь дальше 100 баксов и, получается, начинаешь работать по стратегии. Давай конкретно еще раз разберем стратегию. Вот. Как это делать? Сейчас, когда мы все проговорим теоретически, там, я зайду на трейдинг-вью, что-нибудь посмотрим. Могу даже там на покет зайти тоже. Вот. Хорошо. Так, короче, ты зашел на площадку. Я буду говорить не о бинарках, я буду говорить о байненсе, там, ну, о взрослом трейдинге. Вот. Ты заходишь на площадку, у тебя на счету 120 долларов. Какое первое действие ты совершаешь? Не знаю. Теханализ, выбор монет, инструментов. Сначала нужно выбрать монетки. В целом вообще, сейчас могу еще дать такую рекомендацию. Заходишь сначала на биток, смотришь уровни какие-то, ну, что происходит с битком. То есть, какая тенденция сейчас у битка. Дальше начинаешь смотреть, вот, как, опять же, я показывала в курсе, активы с наибольшим падением и с наибольшим ростом цены за активы. Ну, в плавательные активы. Да. То есть, начинаешь смотреть каждую монетку по порядку, не торопясь. То есть, тут не надо торопиться, там, быстрее открыть сделку, там, быстрее заработать и так далее. Просто начинаешь все монеты, их там, не знаю, сотню монет можешь просмотреть, ну, 50 монет. И на 50 ты найдешь такую ситуацию, на которой, там, удвоишь депозит за 10 минут утрировано. После того, как ты нашел какую-то хорошую ситуацию, что ты дальше делаешь? Смотрю разные таймфреймы, пользуюсь инструментами, черчу, там, уровни выставляю, вот так. Какой таймфрейм приоритетный? Смотри, ну, три таймфрейма, ну, или больше, наверное, час, 15 минут, 5 минут и минутка. Да. Ну, вообще, основной, который я использую, вот, на Binance, это 5 минут. И, то есть, он такой более оптимальный. Смотришь разные таймфреймы, проставляешь уровни. А с уровнями у тебя как? Есть какие-нибудь затыки? А, нет, вообще, ну, это, у меня как раз по уровням лучше всего получается отрабатывать. Вот уровни, даже не так хорошо, как с фигурами. То есть, просто горизонтальные или диагональные? Горизонтальные, ну, и диагональные тоже. То есть, как их определять? Все, это все, ты знаешь, идем дальше. Да, это я на глаз вижу хорошо. Это вообще, это идеалити. На фьючерсах я торговал, у меня есть опыт, ну, правда, не такой хороший, потому что все мои заработки сливались в те моменты, когда биткоин делал неадекватные движения цены. Вот так вот. А стоп не ставил? Да. Стопы ставил, да, но это все равно слили. Стопы иногда выставляют больше, чем надо, там. А зачем? Ну, не соблюдая немножко. Ладно, сейчас до money management мы дойдем. Потому что, с учетом того, что ты говоришь о том, что уровни ты очень хорошо видишь, это уже, ну, ключ к успеху, так скажем. То есть, практически вся успешная торговля, она строится на уровнях. Если ты научился как-то вот работать с уровнями, все, все рынки открыты и, по сути, это все очень просто. Так, смотришь разные таймфреймы, расставляешь уровни. Дальше все. Ты видишь, что цена касается уровня сопротивления, там, на 5-минутном таймфрейме, там, на часовом тоже. Короче, все, четкий, вообще, офигенский уровень сопротивления. Что ты делаешь? Захожу в сделку, выставляю стоп лосс и тейк профит примерно соотношением 1 к 3. Ну, примерно. А каким объемом заходишь, с каким ключом? Ключо 10, объем, ну, весь объем. Ну, сколько у меня там, 100, например, было долларов. С тем объемом заходил. Вот это важный момент. Какой объем, я говорила, в курсе использовать? 10%, если я не ошибаюсь. С депозитом 120 долларов, 25%. Угу. То есть, если там до 300, если депозит от 100 до 300 долларов, ты берешь объем, ну, это если говорить о беспроигрышном варианте. То есть, если говорить уже там о более рисковом, ну, может быть, момент более доходном варианте, это, да, можно сразу всем объемом и не париться. Вот. Ты берешь объем в 25% с плечом, ну, да, пока учишься там 10, и потом, когда научился, как я говорила, там, примерно спустя 3 месяца, поднимаешь максимум до 20. То есть, по сути, даже та же самая стратегия, которую я рассказывала в курсе, она работает только до 20-го плеча. Как я не пробовала повышать до 25-го, до 50-го, нет, вообще не работает. 20-го – это прям максимально. Вот. Но, опять же, тут если говорить о 10-м или 20-м, я все равно больше предпочитаю 20-го, потому что на 10-м плече, чтобы мне получить нужную доходность, мне нужен, ну, более длинный такой импульс. Вот. И поэтому я лучше, вот, ну, повышаю плечо, чтобы цена прошла меньшее расстояние, но при этом я заработала столько же, сколько, если бы она прошла большее расстояние на меньшее плече. Вот. Короче, берешь 25% с плечом X10, X20. Открываешься в нужную сторону и на, ну, как ты определяешь, как выставить. И тейк в стоп. На глаз. Один к трём беру, к примеру. А вот, суть в том, что тут идет уже не один к трём. У нас есть уровень сопротивления. Ты открываешься от уровня сопротивления. В каком случае твоя сделка не отработает? Выбирай монетку, которую посмотрим. Сейчас, 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 она грузится. А, и скрипты выбирай? Да, вообще любой актив, прям вообще любой. А, открой, пожалуйста, недельный график. Одна неделя, всё, включил. А, теперь проведи горизонтальный уровень. Он вот, короче, слева вот такая панель есть. И под крестиком... Вижу. Вот, нажимаешь на стрелочку и там выбираешь горизонтальная линия. Ну, зону сопротивления, я думаю, ты видишь невооруженным глазом. Вот, 16 марта 2020 года, вот эта зелёная свеча, видишь? Вот, проведи этот уровень по телу свечи. Это уровень 79,882. Ага, поставил. Вот, смотри. Мы рассмотрим такую ситуацию, что вот мы встретили такой уровень сопротивления и от него открылись. Вот. Стоп в этом случае мы выставляем за пределы тени. Но в этом случае надо не самый первый, который, потому что она слишком, то есть такой импульс, он может прям нормально сожрать. А выставляем примерно, вот берём, у нас есть вот эта красная вторая, которая там зелёная, самая последняя, и немножечко за пределы. То есть вот поднимаем мышкой и выставляем, у меня вот, например, получилось на уровне 81,298. 81,3 я поставил. И теперь попробую, но не по подсчётам вообще, а вот логически, на каком уровне мы поставим тейк в этом случае. Тейк против, ну, наверное, давай, грубо говоря, 74,5. Это многовато. 74,5. А почему там? Блин, ну не знаю. На самом деле, да, там можно поставить. Я просто спрашиваю, но мне важно, чтобы ты понимал логику этого всего. В принципе, да. Если смотреть даже вот по теням, там, по зелёным, которые там в январе были, то да, здесь есть промежуточный уровень. Самый низкий уровень, 70, по сути. Ну вот, если брать из горизонтального. В этом случае, который мы конкретно смотрим, так как это недельный график, и если даже сейчас ты проставил вот уровень, где 74,5, ты можешь прикинуть, что там примерно 1 к 5 соотношение получилось. То есть это соотношение очень хорошее. Но в чём логика? Почему мы стоп поставили именно там? За, ну там детей второй свечи, ну, то есть красный, первый красный после зелёный. Не могу сказать точно, потому что только тени. Во, это, кстати, я сейчас понимаю свои недоработки по курсу, надо будет разжевать эти штуки. Вот-вот, надо разжевать. А так курс хороший. Так, смотри, смысл в том, что вот сам уровень мы проводим по телам. То есть это нормальный такой, ну, более значимый уровень, чем по теням. По теням он не всегда доходит. Но мы ставим за пределы вот этих последних двух теней, там есть вот красная и зелёная, за пределы, потому что, в принципе, может быть такой импульс. Грубо говоря, ты открываешь от сопротивления сделку на понижение, но следующая свеча, она может быть импульсная. То есть у неё может сформироваться примерно такая же тень по размеру. И этой тенью может тебя просто ни сфига выбить по стопу, если будет слишком низко этот стоп стоять. Не понимаешь? Не понял. Ну, так примерно. Короче, давай вот так объясню. Смотри, подожди. Ты первая свеча, вот мы видим 16 марта, ты сказала, зелёная. Вот. И стоп мы поставили, ну, 81,29, я сказала. Да, я бы даже немножечко прям поняла, чтобы он не касался вот следующей красной тени. Ага. Вот смотри, например, 81 и... Да блин, 81,58 я поставил. Ну да, плюс-минус. Да. Да. Чуть-чуть выше первые красные свечи хитиля, выше хитиля. Да, но я обычно ориентируюсь на последний, но просто на крипте и первые, ну, могут значить прям многое, так скажем. Вот. То есть по факту ты выставляешь там, потому что следующая свеча, она с такой же тенью может быть. Вот. Ну, понял. Вот. Эта тень тебя просто по стопу просто так выбит. Хотя весь анализ правильный, всё чётко, но вот просто там стоп чуть-чуть близко. Плюс, если ты ставишь слишком близко, то бывает специально сбривают людей. То есть специально доводят цену, чтобы выбить стопы. Вот. Дальше. А тейк ты ставишь у следующего горизонтального уровня. То есть самый верняковый вариант, когда тейк стоит у следующего горизонтального уровня. Можешь даже раскидать по целям там. У следующего уровня закрыть там 50% сделки, там потом ещё там 25% и, в общем, до самого нижнего раскидать сеточку. Вот. Но если прям хочется прям чего-то вернякового, то это просто находишь следующий горизонтальный уровень, проводишь и просто ставишь там тейк. Но, как правило, ну, когда цена от горизонтального нормального сопротивления там или поддержки отталкивается, как правило, нормальный доход у следующего уровня. То есть если мы говорим там о плечах 10-20. Вот. То есть, ну, это не копейки. Так. Ну, короче, ты открыл сделочки, выставил тейки и стопы. И тут у нас подбирается такое вообще коварное чувство, коварное желание очень часто передвинуть стоп. Да. То есть ты провёл его на этом уровне. У тебя есть причина, у тебя есть стратегия конкретная. Каждый раз тебе это уже там приносит давно доход. Но сидишь, смотришь, и тебе кажется, что цена сейчас выбит тебя по стопу. И прям чешутся руки вот взять, взять и передвинуть. Вот здесь самое вообще главное правило не трогать. Всё. Один раз поставил стоп, забываешь про него. Просто сидишь и смотришь. О, ты позеленел. А, всё, нормально. Вообще никак. Всё. Выставил, ты его поставил по анализу, ты его поставил по стратегии. Значит, ты должен сам себе доверять. Если ты сам себе не будешь доверять, то как тебе будут доверять там родные, близкие и знакомые и так далее. Вот. Понял, да. Прям вот распечатай листочек, типа не трогай стопы маркером, там, не знаю, красным цветом, чем угодно. Просто или придумай себе какое-то наказание, или попроси там родных, близких, семью, там, ну, чтобы придумали какое-то наказание, если ты подвинул стоп. Ну, ладно, понял, в общем, что-то психологическое надо придумать, чтобы не совершать вот таких ошибок. Да, мне там, вот проще всего было к этому приучиться, и то есть сейчас даже бывают моменты, хотя я в чат кидала, я просто сидела, наблюдала, как у меня граничит прям со стопом цена. Да. Вот. И я сижу спокойно, а мне прям вообще пофигу, хотя раньше я бы вообще ни за что, ну, не оставила так, я бы подвинула еще и еще. Вот. А по итогу, по этой сделке получилось так, что если бы я еще передвинула стоп, то меня бы выбило, там, я бы двигала до слива, так скажем. Вот. Но мне помогало, что я просила мужа, ну, помочь мне, меня поконтролировать, посмотреть, вот. Мне это помогало. То есть какая-то самодисциплина, там, если саму себя даже штрафовать, ну, типа, накосячила, там, отдаю там куда-то тысячу рублей. Мне вообще пофигу. Просто. Дальше. Вот с тейком уже по-другому немножечко дела обстоят. Если ты выставил тейк и стоп и сидишь просто наблюдаешь, как цена двигается, то ты можешь, короче, закрыть в любое время. Например, ты открываешься там объемом, берешь 25% от депозитов 100 баксов и 25 долларов и берешь 10-е плечо. То есть заходишь объемом 250 долларов и при этом ты там зарабатываешь уже 12 долларов. То есть уже видишь, что у тебя на данный момент доход там 12 долларов. То есть 50% от твоей суммы. Это очень хорошая доходность и поэтому можно закрываться. Можно не жадничать, если чувствуешь там, что начинаются затуплут цены. Ну, закройся, пофиг. Пусть плюс будет, ну, поменьше, чем хотелось бы, но зато он будет. Есть еще вариант, когда переносят стопы без убыток. Но я так очень редко делаю. То есть, когда цена пошла в твою сторону, ты просто стоп двигаешь поближе, чтобы он там, например, плюс 5 долларов. И типа, либо цена дойдет до тейка с хорошим плюсом, либо там с меньшим плюсом будет по стопу. Но тут все как бы от тебя зависит, что тебе больше нравится и что больше приносит кайф. Дальше по психологии начинается такая штука, что ты можешь вообще убрать стоп или сидеть, думать, что ты сидишь у компьютера, наблюдаешь, типа, не буду ставить этот стоп. Вот. И ты начинаешь докидывать объем. То есть, если ты сразу не закинул там, например, все 100% объем, ты начинаешь докидывать. Ты там еще, еще, да сейчас точно развернется до 100%, да не развернется. Все. Все, забудь. Просто сиди, наблюдай. Ты можешь как-либо вообще усреднить, еще докинуть объемы, если ты изначально это предполагаешь. То есть, если я там, опять же, посмотрю на график, я думаю, так, я сейчас вот здесь откроюсь, там, у уровня прям, но цена может еще скакануть там на 10 пунктов. Если она скаканет на эти 10 пунктов, там 100% она оттолкнется, я тогда, типа, докину еще объемы. Вот. То есть, если ты работаешь по такой системе, что, ну, сейчас, может быть, плевочек не в мою сторону, я тогда, ну, усреднюсь. Все. Тогда, ну, если не по этой системе работаешь, тогда вообще никаких объемов, ничего. У тебя есть сделка, стоп, тейк. Все. Никаких телодвижений, помимо, там, закрыть сделку в плюс. В таком формате. Так, дальше по психологии тоже. У тебя есть вообще какие-то вопросы по психологии трейдинга? Так, по психологии. Да, наверное, это психология, это как-то сугубо личное дело, и каждый там сам должен с этим справляться. Да хотя, наверное, у всех такие проблемы, как и в твоем курсе. Я слышал такие же проблемы где-то сначала, когда начинала торговать, переживала за каждую копейку, грубо говоря. Да и у меня вот такие же проблемы. А, вот, чтобы не переживать за каждую копейку, как раз я начала с того, что найди 100 баксов, которые не относятся, ну, к твоей зарплате. То есть, чтобы ты понимал, что 100 баксов это специально тебе на трейдинг, что ты можешь их слить, что ты можешь их потерять, это все. Это, ну, никакого отношения они там к твоей жизни, грубо говоря, не имеют. Вот. То есть, если брать из таких вариантов, это единственный выход, когда ты находишь специальную сумму под трейдинг. Не берешь кредит, не берешь в долг, не берешь из зарплаты. Все конкретно, что ты выполняешь под трейдинг. Это 100% поможет. Это тут прям гадалки не ходи вот так. Понятно. Еще у меня проблема, я никак, вот, ну, в данный момент я не сижу на финансе, сижу только на Pocket Option, и это, обязательно каждый день смотрю сигналы Максима. Вот. И я никак не могу для себя выработать что-то конкретное, какую-то конкретную стратегию. Торгую на демо-счете, у меня достаточно неплохо получается торговать на демо-счете, без особой стратегии. Например, делаю так, если у меня первая сделочка заходит, то я торгую по анти-Мортенгейлу. Вот. Если не заходит по Мортенгейлу, пока все, пока, знаешь, тренируюсь. Давай распишем стратегию у тебя на лебинарах. Я ничего конкретного для себя не нашел. Давай конкретно, с чего начинаем? Блин. Да ладно, это какое, третье видео в курсе было? Структура стратегии. Я вот только пересматривал, но только последнее видео твое про таблую с телефона, потому что я только с телефона и торгую. Ладно, короче, сначала у нас идет основа. В твоем, я так понимаю, случае лучше всего брать основу уровня горизонтальные. Да. Потому что ты их понимаешь, потому что здесь тебе изучать ничего не надо и париться как бы не надо, все. Дальше. Ты определился, куда хочешь открыться. Но ты не знаешь, на какую, во-первых, сумму ты будешь открываться. Смотри, очень прикольная система, которую ты мне назвал, антимартин плюс мартин. Она очень классная. Она, ну, она прям бомбическая. Для людей, кстати, объясню, как это работает. У вас есть депозит в 100 долларов. Ну, кстати, ты тоже слушай, я прям конкретно просто по цифрам распишу. Есть депозит в 100 долларов. Ты берешь на сделку, на первую, 10 долларов. Если она заходит плюс, то на вторую сделку уже открываешься 18 долларов, но с доходностью 80%. Вот. То есть на двух плюсах тормозишь и опять возвращаешься к сумме сделки в 10 долларов. Вот. В случае, если эти 10 долларов заходят в минус, ты удваиваешь по мартину и открываешься на 20. Либо эти 10 долларов заходят в минус, либо там 18 долларов уже, ну, которые по антимартину. В любом случае ты открываешь следующую сделку на 20 при одном минусе. Соответственно, чтобы слить депозит, тебе надо 4 минуса. Но 4 минуса от горизонтальных уровней в неновостное время достаточно сложно поймать, если ты прям сидишь, выжидаешь сделочку. Очень важный момент, кстати. В неновостное время, значит, заходишь на Investing.com, смотришь, чтобы не было новостей за полчаса и через полчаса, и не торгуешь на выходных. То есть все вот эти активы OTC – это все нарисованная дичь от брокера. Они как хотят, так и могут это, ну, манипулировать, так скажем. Никто не знает, где сейчас, откуда они взяли конкретно этот график. Вот. То есть все, что связано с OTC – это сбрить хомячков. Вот. То есть по мани-менеджменту понятно? О, да, да, да. Вот. Берешь горизонтальные уровни, дальше определяешься, насколько открываться. Дальше по времени экспирации вот здесь очень важно. Секретик… Очень сложная тема, да, да. Который тебе поможет увеличить прям количество плюсов на бинарках – это таймфрейм. Берешь, короче, 5-минутный таймфрейм, только 5-минутный. Все, ну, можешь просто для себя, там, взглянуть на 15 минут, там, на час и так далее, но сделки открываешь на 5-минутном таймфрейме. То есть ты видишь горизонтальный уровень на 5-минутном таймфрейме и открываешься на 15-20 минут. Только так. То есть не 5-минутные, там, сделки, не минутные. Если ты хочешь уменьшить количество минусов, если ты хочешь более прибыльную, продуктивную торговлю, тогда берешь только сделки по 15-20 минут, там, и так далее, на 5-минутном таймфрейме от горизонтальных уровней. Попробуй на этой неделе, там, хотя бы на демке, так вот, по этой стратегии, и потом напиши мне, получилось или нет. Потому что я думаю, что здесь 100% как-то получится. И по манименеджменту забыла сказать такую вещь. Ну, это уже даже больше риск-менеджмент. Когда ты открываешь 10 долларов 20, то есть словишь 2 минуса по Мартину с депозитом в сотку, у тебя минус 30% от депозита. На сегодня тормозишь. То есть дальше все, не идешь, возвращаешься к торговле уже завтра. Хорошо. Ну, то есть это прям правило, это должно быть... Придумай себе, вот, реально, там, наказание или попроси, вот, чтобы это было за правило. Просто если перестать нарушать правила, о которых я, там, говорю, другие трейдеры, то ты офигеешь, насколько быстро просто дойдешь до положительного результата. Даже если словишь, там, 1-2 дня минусы, да фиг бы с ними. Ты потом за 5 дней, короче, в 10 раз увеличишь депозит, ну, в таком формате, вот. Главное, уметь себя вот в голове тормозить. Если ты сегодня не тормознул, там, например, на 2-х минусах, если ты сегодня, там, передвинул стоп, ты проиграл сам себе. А это стрёмно. Вот. Угу. Так, всё, ты определился, ты знаешь, сколько ты максимум можешь слить. То есть, сколько ты хочешь с этого заработать. Давай будем смотреть из разряда 50 баксов в день. То есть, ты заработал свою норму, свои 50 баксов в день, всё, остановись. Ну, не иди дальше. И вообще, мега, короче, тоже важная штука, надо своё вывести первоначально. То есть, твоя первая цель – удвоить деп, чтобы своё вывести, то, что ты вкладывал. Ну, после того, как ты первоначально удваиваешь деп, аккуратненько, ну, вообще не рискуя, там, тихонечко по шажочкам, когда своё выводишь, там ты уже, у тебя просто карт-бланш вот этот. Ты можешь делать, что ты хочешь. У тебя есть бабки, которые ты не вкладывал, которые ты просто, ну, заработал, так скажем. Мы, ну, ты можешь уже и психологически легче, и учиться чему-то, и рисковать. То есть, всё в твоих руках. Так, из активов, что из активов я тебе скажу по бинаркам, это евро-доллар. А это в курсе есть, по-моему, или что-то новенькое? Блин, ну, можно взять активы, которые из курса. Да, у меня, короче, самый прибыльный актив, я когда сигналы давала, короче, по бинаркам, долгое время фунт-доллар просто по три плюса без догонов каждый день, 8 часов вечера были. То есть, у меня была торговля 8 часов вечера, и там, по-моему, 20 что ли дней, что-то такое, только плюсы были. Записал. А так, да, можешь взять, в принципе, которые в курсе, они, да, они такие стандартные достаточно. У тебя есть какие-то вопросы? Или можем графики какие-то посмотреть, можем поторговать, что ты хочешь. У нас, ну, у меня есть ещё, я закладывала час 10, час 15, то есть у меня есть ещё где-то 40 минут. Угу. А ещё вот моя постоянная проблема, когда открываю сделку, ну, вот, на бинарках сейчас, я всё время метаюсь между таймфреймами, ой, между временем экспирации. Даже, например, когда Максим даёт сигналы, вот, я на пару минут, на пять минут, наверное, увеличиваю это время экспирации. В большинстве случаев это получается лучше. То время экспирации, которое даёт Макс, оно же там под что-то рассчитано, я не знаю, я же мало слежу за этим, вот. А по факту всё, с временем экспирации, реально, 15-20 минут, давай просто неделю попробуй, 15 минут, время экспирации на 5-минутном таймфрейме, только от горизонтальных уровней. И, соответственно, каждую сделку просто, ну, скринь себе, просто сохраняй, чтобы знать в случае чего, какую ошибку ты допустил. Вот. Так и делаю, да-да. Всё, конкретное время экспирации, 15 минут у тебя, ни больше, ни меньше, всё. Всё, даже не 20, просто 15 минут, всё, никак по-другому. Попробуй так. Хорошо, ага, хорошо, понял, в принципе, всё. Теперь, Ксюш, да, давай, наверное, может быть, поторгуем. TradingView у меня что-то капризничает, вот, я третий раз уже перезапускаю, а вот PocketOption? Ну, давай PocketOption. Давай, у меня открыт, как раз аккаунт Макса, я могу чуть-чуть ему тут. Позарабатывать. Давай, выбирай актив. Ну, вот представь, что, короче, меня сейчас нет, и ты сел за торговлю. Но просто чисто для себя проговариваешь каждое своё действие. Хорошо, сейчас быстренько проговариваешься. Я, кстати, сегодня с утра уже на демо-счёте торговал, ну, долго, аж устал, знаешь. А, я забыла сказать о правилах, что если чувствуешь себя плохо там и так далее, то вообще не торгуешь. То есть, если ты выпил алкоголь, если болит голова, если что-либо происходит, не торгуешь совсем. Смотри, ты должен конкретно найти горизонтальные уровни. То есть, если у тебя в стратегии прописаны горизонтальные уровни, по другим причинам ты вообще никак не открываешься. Вот я ещё именно горизонтальные, да. Евро-рубль чё-то тут. На самом деле, даже я, когда друзьям называю ценник за учёбу, ну, за курс, вот, 200 долларов, все крутят, рискают уже пол моей зарплаты. О, я один уровень нашла, горизонтальный. Подсказать? Да, сейчас секунду, я, ну, это, евро, еврофункт. А я тебе скажу так, что 200 долларов, это очень маленький ценник за такой курс. Потому что я покупала у людей, других трейдеров, и это, ну, просто там такую дичь за бешеные бабки несут. А сейчас, с 1 февраля, у меня будет стоить 250 уже, вот. Правильно, правильно. Это просто для меня, для Казахстана, большие деньги. У меня когда писали, типа, недорого, ну, в провинции, я, типа, из провинции, мне дорого, всё такое. Я всегда говорю что-то из разряда, не много ли ты хочешь зарабатывать для провинции? Посмотри, посмотри, пожалуйста, евро, иена. Так, сейчас, секунду, проставлю, сейчас. Пятиминутный таймфрейм у меня открыт. А я начинаю обычно с часа и с четырёх. Сейчас, ладно, пяти минутка. Короче, забегаю немножко вперёд, и открываюсь, на 15 минут я вниз. И то, я чуть-чуть ниже открылась, чем хотела, потому что цена сейчас выходила за пределы этого уровня, вот. Ну, на пятиминутке это же, наверное, всё-таки слабые уровни, да? Да, на самом деле, на, вот, этот уровень, он там слабее, чем дневной, так скажем, но при этом они отрабатывают. Здесь по какой причине он может не отработать? Как минимум, потому что это OTC. Вот. А так, в целом, и в общем, если эта ситуация в неновостное время на обычном активе, то, ну, в большинстве своём отрабатывают. Тем более, если мы проводим этот уровень вот по двум касаниям, и смотрим, что цена уходила от этого уровня в течение 10 минут. То есть, была пятиминутная свеча, которая танцевала вот так, выходила за пределы, там тени есть. И следующая пятиминутная свеча была тоже с тенью, но уходила вниз. И то есть, можем предположить, что рынок у нас штука цикличная, то есть, в течение 15 минут цена должна уже оттолкнуться, отколоться от этого уровня. Хорошо, на 10 минут, вот, прям сейчас поставил. На 10 минут? Ну, тут же я вижу то, что восходящий треугольник вроде как, да, хотя нет, восходящий тренд на пятиминутке, это да, но не треугольник. Опять же, вот ты сейчас открылся на 10 минут, хотя по стратегии мы тебе расписали 15 минут. Да, да, да. Ну, в принципе, и 15 минут здесь будет верно, мне кажется. Я сейчас открыла две сделочки, когда говорила на 15 минут, там, пониже, и когда ты сказал, что на 10 минут, я еще две сделочки по 50 баксов упанула. И просто сидишь, особенно первое время, наблюдаешь за каждым микродвижением, на примере. Цена сейчас танцует у данной зоны сопротивления, то есть, прям видно каждое движение. Если даже взять таймфрейм поменьше, там, минутный, можно прям более детально понаблюдать. Ну, это, давай затронем тему осцилляторов, индикаторов. Вот, много же классных индикаторов, ну, RSI и так далее, Боллинжа, вот. Но я как на них не ориентируюсь, по-моему, они меня больше забивают. Отключайся от индикаторов, вообще просто не думай о них. Но если тебе прям так сильно хочется полагаться еще на индикаторы, то на investing.com есть, короче, такая вкладка «Технический анализ». И там есть вкладка, где показывают, что показывают все индикаторы в данный момент. То есть, я одно время пыталась ловить, чтобы все индикаторы там показывали активно покупать или активно там продавать. И у меня даже была такая мини-стратегия, но если ты это подкрепишь еще своим теханализм, это может помочь. Но вообще я не рекомендую пользоваться индикаторами. Лучший индикатор – это твоя голова. Понятно, понятно. Вот. Смотришь, да, что сейчас происходит? Да, смотрю. На минутку. Да, я тоже на минутке. Ну, все, мне кажется, уже цена не откатится, и девочка зайдет. Да в теории это все может быть. Это OTC, я тебе напоминаю. Ладно, хорошо. Но пока все работает вроде бы. Это призначает OTC. Вот если не говорить о том, что это бинарные опционы. Если бы сейчас это был Binance, то на каком бы уровне ты поставил тейк? Тейк-профит. Тейк-профит сейчас. Первый тейк. Первый тейк. Смотришь, она. Давай 100... Сейчас, сейчас, сейчас. А нет, наверное, 129,9 вот. Да. Я бы поставил там. Да, вот, четко вообще. Первый, да. 129,95. Первый. Да. Кстати, этот, сейчас, извини. Прошлая минутка, прошлая свеча. Что это у нас за свеча, скажи мне? Молот, по-моему. О чем сигнализирует молот? О развороте, если я не ошибаюсь. Да, но в данном случае, как видишь, ну, разворота не происходит. То есть, если смотреть прям конкретно, то, ну, и плюс этот молот был ниже уровня. То есть, если даже бы цена хотела пробить данное сопротивление, то молот закрылся бы от свеча, тело свечи было бы на уровне. Посмотри, как цена сейчас стремительно подошла к твоему первому тейку. Какой второй тейк? Сейчас, 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 сейчас. Второй тейк, ну, наверное, 129,8. Да. В этом, для позволения, может, чуть ниже. Ну, нет, 129,8. Да, и если прям, давай мне еще один тейк, если прям сильно наглеть, ну, прям сильно хотеть заработать, то какой, последний? Так, ниже 129,76, вот я удачно пойму, 129,7,6. А, вот я считаю, что 129,6. Сейчас. Ну, это я просто, я сказал, не наглее. Так, 129,6 вижу. Наглее, именно наглее я спросила. А, если наглее, сейчас, секунду. Ну, мне кажется, до сюда цена не дойдет, у меня тут горизонтальный уровень расчерчен как раз. Я бы их до туда не поставил. Угу. 129, вот 75. Мой последний тейк был бы. Ну, сейчас, если смотреть по прошлым ситуациям, то до твоего вот этого последнего тейка цена должна дойти в течение трех минут. Угу. Да, хотя, если прочерчивать горизонтальный уровень, 129,5 я вижу. Ну, это далековато, наверное. Ну, да, 129,6 самый последний минимум. Видишь, это, я на крипте торговал, ну, не очень удачно, но и в минус сильно не уходил. Угу. Угу. Когда, ну, нашел канал Макса через тебя тоже, мне очень понравились эти бинарные аукционы. Я, кстати, до Макса вообще не знал, что такое бинарный аукцион. Угу. Это, я считаю, вот в декабре я начал торговать на бинарке. Залил 70 долларов туда, сейчас у меня 10. Ну, да, совсем чуть-чуть подслил. Ну, вот, и сейчас на десятки торгую и каждый день, в принципе, нарушаю правила. Знаешь почему? Потому что вот ставлю, начинаю торговать только когда Максим дает сигнал. Угу. Плюсы бывают по-разному, например, в плюсе 2 доллара, то есть до 12 дохожу, бывает до 17. И тут у меня уже глаза загораются, думаю, что сейчас у меня так все попрет. Это, есть такая проблема, когда человек себя чувствует крутым трейдером из-за того, что словил 5 плюсов в ряд. Да, да, да. Я думаю, 10 долларов, это я на 70 процентов долг увеличил свой депозит. Значит, сейчас по Мартин Гейлу еще ставочку, и все зайдет прекрасно. Ну, вот. Смотри, произошло, как я сказала, в течение двух минут цена сейчас находится в зоне вот твоего второго тейка. Угу. Просто это работает цикличность. Смотришь, как было в прошлые разы, примерно, как себя цена вела. Ну, если это горизонтальный коридор, то все стандартно. В принципе, стандартное время, как правило, плюс-минус, там, маленькая погрешность есть, чтобы как-то вот... Ну, надо, в общем, в данном случае мы, ты говоришь о последнем касании вертикального уровня, да? То есть предпоследнее, получается. Да-да-да, предпоследнее. То есть, вот, и последний тейк у нас стоит, если бы стоял, точнее, это 129,6. Вот. Ну, то есть сейчас мы видим, что от того уровня, от которого ты говорил, цена оттолкнулась от той зоны поддержки, и просто наблюдаем. Ну, вот на Бинансе я бы уже, наверное, закрыл. А, нет, хотя бы не зашло, по-моему, 129,6. Я думаю, что ты бы закрылся, ты бы не стал ждать касания тейка. Опять же, тут же нужно взять за правило только от уровней, то есть не в середине ценового коридора. Просто, прикинь, вот ты себе, открой такой секретик в голове, что если ты не нарушаешь ни одного прописанного правила, то ты миллионер, то ты успешный человек, который не ходит, там, на фабрику. Угу. Каждый раз, когда тебе захочется нарушить правила, там, или подумать, что ты крутой трейдер, который может сейчас пойти во банком, думай о том, что, а если я сейчас не нарушу правила, я же приду к успеху. Думай просто о цели, ради которой ты все это делаешь. Ну, точно, точно, ты права, Ксюша. Так, первые сделки есть у меня, у меня сейчас еще вторые дойдут. Зашло. Ну, у меня прям вот эта зеленая свеча с большой тенью, она прям коснулась одной моей сделки, прям, и от нее ушла. Три минутки. Нет, у меня не коснулась, буквально там, ну, чуть-чуть не коснулась. И вот сейчас, Ксюша, можно было бы вот в данный момент открыться опять на понижение? Ну, я бы не стала. Я бы брала только третье касание. Ну, если тебе нужно увеличить количество плюсов, если тебе надо более результативную торговлю, то жди, ну, открывайся на третьих касаниях. В теории-то, конечно, можно, ну, если ты используешь какой-то более рисковый такой стиль торговли. Но не рекомендую. Наша с собой цель, чтобы ты уже почувствовал, что ты можешь на этом зарабатывать конкретно, прям каждый день и уволиться с работы. Вот. В принципе, давай потихоньку итоги. Я бы все-таки вот здесь вот открылся, вот на этой свече, наверное, на пять минут вниз. Ну, я бы вот так сделал. Ну, то есть ты опять хочешь нарушить правила? Что? Опять хочешь нарушить правила, то есть? Да, опять хочу. Вот видишь, у меня всегда проблема вот с психологией, когда я смотрю на цену. Вот, смотри, что делается. Угу. И сейчас бы я тоже вот прям открылся бы. И слил бы депозит, потому что есть вероятность, что сейчас пойдет пробивать это сопротивление. Ну, это не точно, но есть такая вероятность. Я вот сейчас попробую здесь отбить на пару минут, но у меня как бы другая стратегия. Угу. Тоже вниз? Да. Но я думаю, что сейчас пойдет пробивать, но все же, мне кажется, цена должна загулять сейчас немножко вниз. Но опять же, я наблюдаю, цена прям вот заходит за пределы уровня, и свеча как бы пытается сейчас закрыться, ну, вот, да, прямо уровня. И доджи тут такая сейчас образовалась. Ну, короче, просто наблюдаем. Есть вариант, что идет пробивать. Слушай, Ксюша, вот у тебя большой опыт. Вот где проще торговать, по-моему, где больше отрабатывают уровни, на криптии или на валютных парах? Крипта, она более волатильная, то есть она дает больше доходности. Если хочется какой-то более консервативный вид торговли, то это Форекс. А сырье, например, индексы? Самый консервативный – это обычные стандартные активы. Так, у меня те сделки закрылись в минусе, и стоит сейчас догончик, до которого до конца 40 секунд. Вот, и как-то вот подумай, что если бы ты сейчас открылся там, где ты хотел на 5 минут на понижение, то, ну, с большой вероятностью ты бы пролетел. Да, был бы минус, потому что я бы на 5 минут открылся, а тут уже выше. Вот. Просто запишу у себя в голове правила – не нарушать стратегию, все. Это, блин, такой простой ключ к успеху. Все делать конкретно по шагам, по рецептику, и, блин, как, я не знаю. А, я сейчас придумала одну систему мотивации тебе. Так, так. Так, ну и догончики у меня закрылись в плюс. Вот. Но я бы здесь дальше не стала открываться вообще ни в какую сторону. Давай так, короче, если ты за эту неделю, так, совершишь 50 сделок по своей стратегии, не нарушая, я тебе дам 50 долларов. Хорошо. На потете, да? Да, 50 сделок мне надо, вообще, которые не нарушают. То есть одно нарушение, все, 50 баксов я тебе не даю. Смотри, давай еще раз проговорим мою стратегию, да? Да. Время экспирации 15-20 минут. То есть сидеть на таймфрейме 5-минутном, да? Если два минуса останавливают орловлю. Да. На основании чего открываешься? От горизонтальных уровней. Да. На каком касании? Только на третьем? Да. Так, хорошо. Так, сейчас, секунду. А вот здесь, Ксюш, вот там, где мы открывались, это же, получается, было четвертое касание. Это было третье касание. Третье, ладно. Сейчас, секунду. Ну, мне надо торговать на демо сейчас, да? Да, да, да. Или попробовать? Нет, ты можешь попробовать по одному доллару, но тогда без всяких повышений, просто по одному доллару, тогда это будет твою психологию прокачивать, вот. Ну, все, 50 баксов мои. Ну, хорошо. Вот. Вроде бы все обсудили. И посмотри, как цена ушла хорошо вверх. Да. Мой бы догон не сработал точно. А ты бы еще налепил, еще парочку, еще бы думал, ну, сейчас тут точно отколется и так далее. Да, да, ну, точно. Ну, вот. Ну, сейчас, если тебе поможет эта мотивация недельку подорговать по правилам, у тебя как-то подсознание немножко это себя запишет на вот этот жесткий диск внутренний, и будет легче как-то позже. Вот. Если ты сможешь удержаться, если ты сможешь сейчас перебороть себя, там, ради 50 долларов, то потом, ну, тебе это может в перспективе очень хороший плюс и очень хороший результат принести. Ладно, потихонечку будем закругляться, вот. Как тебе занятие? Все классно прошло. Ты, во-первых, замотивировала, во-вторых, указала четко на мои ошибки, ткнула пальцем, можно сказать. Вот. Я записал себе самое важное, о чем мы с тобой поговорили. Угу. Вот. Теперь постараюсь сделать серьезную работу над ошибками. Угу. Вот. Я тебе очень благодарен. Вот это вот занятие прямо, ну, очень хорошо меня подкрепило и знание, и мотивацию. Я надеюсь, что оно тебе очень поможет. Вот. Угу. Потому что, по сути, ты единственный человек, который мне скинул в дневник трейдера. Хотя это, блин, стандартная домашка из курса. Это как бы, блин, все должны это делать. Да, я думал, блин, у меня так мало скриншотов, мало записей. Я думаю, ничего не получится, но все равно на доске. Они хотя бы у тебя есть. Угу. Кстати, знаешь, что, Ксюша, интересное самое? Вот два года назад я вообще не знал, что такое криптовалюта, фьючерсы, бинарные акционы. Год назад я, ну, рассмеялся бы про те штуки, которые описываются в фильме «Секрет», что такое трансфермент реальности. Я бы подумал, чушь какая-то, и все такое. Вот. И где-то полгодика я интересуюсь всем этим. Занимаюсь трансферментом. Транс-серфингом. Вот. Я себе еще тогда цель поставил, что вот ты одна из моих любимых блогеров вместе с Максом и еще с парами ребятами. Я поставил себе цель, когда буду зарабатывать нормальные деньги, я приеду к вам в Россию, чтобы пожать вам всем руки. Ну, круто. Ну, что я обязательно увижу с кем-то из моих любимых блогеров вживую. Да, по-любому. Получается, вселенная мне дала такой шанс увидеться сейчас, хотя руку не пожмешь. Ну, я хотела в Сочи же делать вот этот движ, но там из Казахстана же сложно выбраться. Да, да, да. А так, если тебе интересно, вот даже из темы, если уйти немножко от трейдинга и уже говорить о визуализации, одно упражнение, которое занимает пять минут каждый вечер перед сном у тебя, но ты там за два месяца бешеный результат можешь увидеть. Дневник благодарности. То есть у меня все бешеные рывки были, когда я вела дневник благодарности. Вот. Выглядит он из разрада. У тебя есть блокнотик, ты открываешь, пишешь. Благодарю вселенную за безграничные потоки доходов в мою жизнь. Благодарю вселенную за то, что все мои родные и близкие люди здоровы и счастливы. И просто пишешь, например, десять вещей, за которые ты благодаришь вселенную. Благодарю вселенную за то, что я зарабатываю тысячу долларов на трейдинги в месяц. Ну, в таком формате. Даже пишешь то, что ты хочешь, просто тот результат, который хочешь увидеть. Но важно, чтобы ты этот результат реально понимал, что это возможно. То есть вера, она очень важна. Просто пять минут в день пишешь десять вещей, за которые ты благодаришь вселенную. В настоящем времени прям. Благодарю вселенную за. Даже если этого у тебя еще нет, ты за это поблагодари. И это у тебя будет. И буквально за пару месяцев ты увидишь просто, как жизнь переворачивается просто на 180 градусов. И все идет к тебе в руки. Все возможности, все самые крутые сделки у тебя, самые крутые уровни видишь сходу. Ну, в таком формате. Понял. Вещи писать каждый раз новые или можно повторяться? Можно повторяться. Я вообще как делаю? Я под копирку. Одно время мне не было даже пяти минут по вечерам, я спать вырубалась. Я в заметках все один раз написала и просто, короче, копировать, вставить. Но лучше это писать в блокнотике. Тогда более эффективный результат. Я думаю, отдельный блокнотик не надо. У меня тут есть блокнотик по трейдингу, где я записывал. Ну, можно хоть куда. Ты можешь хоть на салфетке писать. Реально. Это не важно. Главное, чтобы ты это писал. Хорошо. Я слышал про это. Про благодарность перед сном. Это рассказывал... Забыл, как его звать. Есть книга, по-моему, или фильм. Называется «Монах», который продал Феррари. А много кто про это рассказывает, на самом деле? Если даже открыть там сейчас YouTube и там спикеров по мотивашке, по бизнес-мышлению, ой, по мышлению миллионеров и так далее. Очень многие говорят про дневники благодарности. И пока не попробуешь, короче, не узнаешь, насколько это круто. Да, спасибо, что я тебе очень благодарен. Ты не представляешь, как, что ты имеешь время удивливо. Главное, чтобы был результат. Да, я результатов обязательно добьюсь. Ты будешь гордиться мной своим учеником, я тебе обещаю. О, очень надеюсь. Я это записала, если что. Это у меня теперь осталось в памяти. Так что, если не добьешься, я потом буду тебе скидывать это в личку и говорить, где результаты. Хорошо. Я обязательно все проработаю свои проблемы. И, в общем, я добьюсь результата. К своей цели обязательно приду. И, может быть, даже когда-то приеду в Сочи, чтобы пожать тебе и Максиму руки. Хорошо. Спасибо большое, Ксюша. Все, не буду больше тебя задерживать. Еще раз благодарю. Все, спасибо большое, Ксюша. Пока. Все, пока-пока. 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 Продолжение следует...